Вот во что батя играл, на попробуй! За 4000 считателей! Будет ли там бульбазавр, который мы так все ждем? Я включил там сплошной рандом Короче, существует еще личная жизнь, вот это вот, все с запределами видеоигр Привет! Элло! Вы смотрите влог Nintendo Слева от меня, слева от меня Александр Справа Олеся, Паша Меня тоже зовут Александр И сейчас мы вам расскажем А прямо на камеру снимает Михаил, который был день рождения Он у нас сегодня горячил пирогом, похлопаем его Миша, спасибо за пирог С днём рождения! Прости, Миша, я забыл для тебя Всех с наступившим Новым Годом! Ну вот, вернись, вернись, друг С наступившим Новым Годом, Рождеством, всеми праздниками Поздравляю всех победителей, которые выиграли у нас в YouTube консоль Nintendo Switch Lite Она поедет в Московскую область Поедет, да Кто-то скоро поедет Кто выиграл покемонов, которые Олеся распаковывал здесь в прошлом выпуске Кто-то выиграл покемонов Из Великого Новгорода Из Великого Новгорода Тоже скоро получат свои все призы А мы разыграем сегодня еще что-нибудь Я вам покажу попозже Я сегодня был на Почте России Забрал кое-чего Покажу потом всем, но сейчас не об этом Давайте поговорим о том О новом Switch О новом Switch О новом Switch А что? От Alienware Аааа Издалека зашел Да Да Такая шуточка бывает Он же Он правда выглядит как Switch Этот Alien Switch Показанный ими Портативный компьютер У него отстегиваются два контроллера Как у Switch У него сенсорный экран И предполагается Правда, что он будет весить один килограмм То есть Там надо будет с собой Вводить, видимо, человека Который будет его держать снизу Но ты, Саша, забываешь Что Switch Это все-таки Железо Портативное А тут тебе предлагают Железо Компьютерное Меня больше пугает Что сама консоль весит 900 грамм Сколько будет весить блок питания И самое главное Сколько она сможет проработать Без блока питания Потому что это самая большая проблема Для всех таких устройств Потому что В комплекте класть ранец Как у охотников за привидениями Вполне возможно И от него запитываться Понятно, что там будет более производительное железо Но килограмм Это основной килограмм Это неудобно держать На самом деле Самое смешное Во всей этой презентации Эта презентация была на CES И я смотрел Кучу разных сайтов Западных в основном Делали ролик про эту штуку И везде показывают одно и то же Они везде показывают Как они играют в Rocket League Я открою небольшой секрет В Rocket League Уже можно играть на свече И не ждать пока выйдет Для этого Килограммовое устройство Отеля NVR Я считаю, что даже Независимо от цены А цена Это тоже загадка Я думаю Меньше тысячи не будет стоить никак Доллар Да В любом случае Независимо от цены Я считаю, что с килограммовой массой Это провальная идея Ну, опять Меня больше всего смущает То, что скорее всего Если они захотят Это впустить в производство Если они захотят Это сделать Консоль У которой будет При всем при этом Еще и довольно долго работать То Железо там будет Скорее всего Не очень мощное Она будет больше Рассчитана Под какие-то Небольшие инди игры И прочее То есть да Можно будет запустить Steam ЕГС Еще что-нибудь И играть Тысячи игр Очень много Но Но как бы Китайцы Уже давным-давно Выпускают Тот же самый GPD Win Сколько уже Три поколения их вышло И они справляются С задачей Поиграть В простенькие Инди игры Даже запустить Что-то там На ультра Ультра-ультра Низких настройках Нормальные игры И Оно работает И работает Даже часа четыре Наверное Тоже могу сказать Что если хотите Поиграть в Rocket League Играйте на свече В Rocket League Да она уже там Давным-давно есть А что там будет На этой консоли От Alienware Мы не знаем В общем не конкурент Это свечу Ну опять-таки Пока это просто концепт Поэтому сложно судить Концепт По вашим заявкам Концепт в целом Интересный Но пока это выглядит Как Грубо говоря Game Gear Против Game Boy То есть По всем параметрам Вроде бы круче Но Играть ты сможешь только Около розетки Будет ли это интересно Людям Скорее всего Не особо Я думаю Поехали Вопрос даже не в том Будет ли конкурировать Вопрос в том Дойдет ли оно вообще До производства Ну да Это максимум Вот и увидим Вот и посмотрим Не дойдет Делайте ваши ставки В комментариях Да пишите кстати в комментариях Еще же была интересная Конференция По Покемонам Главная Презентация недели Да Был Pokemon Direct Довольно большой Ну и И Не А вполне Да 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 Интересный Он не во всем позитивный Конечно Я просто поиграл в эту Вот если говорить о том Кто что поиграл Я поиграл в эту вот демку Которую они выложили После Директа Да 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 Pokemon Mr. Dungeon Это Что вообще такое Там авто Автоперемещение Какие-то бои в стиле Каких-то бесплатных Игр Которых полно Вот этих Ты точно не Pokemon Quest скачал? Я бы Так я покажу Что вам Я вам сейчас ее покажу Я буквально Нет слушай Просто пока все что ты перечислил Лучше напоминает Pokemon Quest Понимоги Понимоги просто окончательно Казуалити Вот это Pokemon Mr. Dungeon Я прошел ее Там То есть что там Значит заходишь ты Ну сейчас заиграла музычка Там все такое Заходишь ты в это В данж Нажимаешь кнопочку Левый Shift И он у тебя автоматом идет Собирает все монетки Сажается с врагами Ну потом Ты доходишь уже до врага Надо там все-таки Кнопочки понажимать Потом Доходишь до Задания И тебя отправляют Телепортируют Наверное Все как бы Но они всегда были такими И получали невысокие оценки Я удивился Потому что многие были неожиданно Очень рады Этому анонсу Так это стоит Четыре тысячи рублей Зачем Четыре тысячи рублей Если можешь бесплатно поиграть На планшете На том же Свиче Вообще Полно этих Фри-то-плей Игрушечек Такого плана Глубинчис и сохранения Но я не буду покупать Полную версию Я не буду играть в это Это Ну какая-то совсем подделка Честное слово Какой-то Не до ремень Но можешь же подождать Распродажу Я не буду просто Вот играть вообще Удалю вообще Прямо при вас Удалю С консоли Ну пока На самом деле Действительно Есть вопрос Зачем сейчас В 2020 году Выпускать Pokemon Mystery Dungeon То есть игра Какой там Двенадцатилетней давности 2006 года она Вот смотрите Удаляем В смысле Выпускать ремейк Удаляем Ну это же ремейк Это же не новая часть Это ремейк игры Которая выходила По сути На GBA И на DS Ну как Ну для фанатов Греет душу Занимает пальцы Она не то чтобы была Прям какой-то особо популярной Это для детей игра То есть это игра для детей Там от десяти До четырнадцати Максимум По факту да От шести до десяти Ну в общем Че кто играл в нее тогда И сейчас уже Сколько Ну лет наверное Тридцать Ну с другой стороны Как нашему оператору Ну с другой стороны У них Возможно Появились уже Свои дети И возможно Это ладно Чтобы подсадить уже Своего ребенка Вот Вот во что батя играл На попробуй За четыре тысячи считателей Да Специально для тебя Купил Ну в общем Я хочу стать балериной Нет Покемонов собирай В общем Теперь до Пикачу Теперь до Пикачу Как-то не очень Вот как-то я так скажу Но большая часть Директа была Все-таки не о том Большая часть Директа была О дополнении Об Expansion Path к Sword and Shield Там Соответственно В набор входит Два больших Расширения Первый выйдет летом Второй осенью Там будут Новые локации Большие Новые сюжетные линии В сумме Около двухсот Новых покемонов Региональных форм Легендарных Покемонов Старых Вернувшихся Которых не было Изначально На Sword and Shield Будет ли там Бульбазавр Который мы так все ждем Бульбазавр Про бульбазавра Ничего не сказали Но зато Появится Слоупок Уже появилась Оригинальная форма Слоупок Долго же он шел Долго Его пришлось подождать Значит неплохой Директ Получился Ну там На самом деле Мнения-то очень разделились Потому что Люди недовольные А вот это уже к Паше Паша скажи нам пожалуйста Голос народа Что люди По новому Директу Писали в комментариях Да что Как обычно все пишут Во-первых жадные Нинтендо Само собой Естественно Все без этого Тут ситуация какая Люди привыкли к тому Что если выходит Какой-то апдейт Серии Pokemon Это выходит Дополнительная часть Как была там Pokemon Diamond Pokemon Black and White 2 Ultra Sun Ultra Moon По сути это вот Промежуточные версии Которые дополняли Основные По сути за те же деньги Надо было покупать Ты получаешь просто ту же самую игру Немножко измененную Немножко дополненную Да Здесь За те же деньги Ты покупаешь дополнение К основной игре По факту Все-таки за меньше деньги Ну за меньше Да Но в целом Представь себе Вот как в комментариях написал Человек такой То что вот это Все тут картинка И такие Все кто купил Dual Pack Такие Да Ведь есть же действительно Люди которые покупали обе версии И такие Ну выйдет третья Выйдет вот Pokemon Gun Мы дождемся И тут им Делают Почему то этот Как это там Додзе в горах Поки Британии И Тундру Все что угодно Лишь бы не делать Поки Россию Вот И в целом Что люди пишут Ну как обычно Во первых пишут то что Все конечно хорошо Но русский язык в игру Добавьте Я его как DLC куплю Уже поздно Уже да Как DLC думаю не добавят Вот Ну Ни в коем случае Да конечно Уже поздно Никто так не делал и не будет Нет ну вот так делали Инди студии периодически Ну Pokemon Company так делать не будет Потому что Это же не инди студии Поэтому Пользователь например Павел Бадакин предлагает Давайте объявим бойкот И не будем покупать Игры в которых нет Хотя бы Частичной локализации В виде меню и субтитров Ну вот Если этот человек Будет поддерживать Давайте наоборот Такие порядки Давайте наоборот Будет то же самое что случилось С карточной игрой Pokemon В каком у нас там В семнадцатом году да Ее закрыли то Давайте сделаем наоборот Лучше поддержим рублем Тех издателей И те игры Которые выходят на русском языке Вот Astral Chain например Astral Chain например И Байонетта Третья При таком раскладе Точно будет на русском Да Вот Но тут еще кстати Даниил Починкин Раскрыл Ужасный план До которого наверно Никто кроме меня не догадался Дайте угадаю Они Минуснули Две трети покедекса И теперь будут Возвращать его в DLC Геймфриков Я покусали Ну по факту да С другой стороны Даниил вас хотя бы Не заставляют Покупать заново Еще одну игру Ту же самую И вы можете сохранить Весь прогресс Который у вас уже есть Перейдя в новую локацию Это не так уж и плохо Как могло бы быть Там и плюс и минус Этого подхода Да Есть А сколько стоит это все дело 30 долларов 30 долларов Ну ты знаешь опять В этом есть проблема Когда покемоны Выходили на портативные консоли 30 долларов стоила Полноценная игра 40 Ну хорошо 40 Ну то есть Две игры Получалось 80 долларов Да Сейчас игра Плюс набор дополнений Получается 90 Не ну если вы первую часть А если ты купил две игры И еще набор дополнений Да каждый поддельный 40 часов Сколько часов ушло на покемонов Сколько 20 да Паш ты говорил Сколько часов у тебя 25 где-то Ну это мало Ну то есть Это действительно Пока это выглядит вот как то что Да пацаны Мы вырезали действительно Часть игры Для того чтобы потом Ее продать без Отдельно Еще Знаешь Хорошо что не стали поступать Как Capcom Который вырезанный контент Сразу тебе на диск записывали И ты просто оплати Он откроется Он у тебя уже здесь есть Ну что же Вот С другой стороны Кто-то радуется что вот новая одежда Появится Ну вот Отлично А будут там пляжные костюмы Для девушек Я не знаю Я не видел К тому же Я тебе напомню Что один из регионов Это Тундра То есть Я бы посмотрел Закаляться там Да 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 Кстати По покемону Не Я просто Чтобы закрыть тему Самые лучшие комментарии Которые вот В ветке Как раз Про новых покемонов От тебя Нет От Габриэля Карпекина Продам Нинтендо в отличном состоянии Плюс игра в комплекте Только Москва Пишите человеку если хотите Подготовиться к покемонам А цена не указана? Нет цена не указана Ну что же К моменту выхода Этого влога У нас уже Появится видео С интересными фактами О покемонах Как они были Придуманы Кто изначально Там был Главным героем О том что Они по сути Сперва Создавались Индии Разработчиками В свободное время Там много-много Разного Большое видео А там есть интересный факт о том Что бывший Президент Нинтенд Сатору Ивата Работал специально В свободное От своей работы Время Чтобы впихнуть игру Одну из частей покемонов В картридж для геймбоя Нет У нас есть Про то что Сигеру Миямото Придумал разделить Покемонов На две части Да Вы знаете кто виноват И теперь все так делают И не только с покемонами Да Так что смотрите Хорошее получилось Видео Интересное Вам понравится А что еще интересного Например У блогеров Они ведь тоже смотрели Эту презентацию покемонов Я кстати посмотрел Нашего друга Дениса У Дениса Там была реакция Он просто сидел И смотрел ее Сорок минут Он сидел и смотрел Знаешь там обычно Видео с реакцией Там еще какие-нибудь вопли дикие Да Лучше вырезают Это самый странный формат На самом деле Я до сих пор не понимаю Этого формата Сидеть и смотреть презентацию Он в кепке был Да ладно Ну да конечно Кажем он у всех видео Где он у себя снимается Он везде в кепке Вот Но Я на самом деле Хотел поговорить даже не об этом видео Дениса А о другом В котором Он рассказывает Как правильно И хорошо играть В Mario Kart 8 И побеждать Очень большой гайд он сделал Люблю Дениса Но в 2020 году Делать гайд по Mario Kart 8 Знаешь В 2020 году Все равно хватает комментариев Потому что Я включил там сплошной рандом Окей Время записывать Большой Трехчасовой гайд Как играть в Quake 3 Вот В сети И правильно Распрыжку делать Рокет джамп И вот это все Я думаю Как только Quake 3 выйдет На Switch Такие гайды Точно появятся Кстати я бы не отказался На самом деле Что же Зарубежные блогеры В зарубежных блогеров У GameXplain есть видео Которые Оно не только Nintendo Но скорее Чуть больше об Xbox Про то что В Xbox Теперь Подразумевается Что часть игр Для новой консоли Будет работать И на Xbox One Теперь Нет четкого разделения Между поколениями И в видео Собственно авторы Призывают Nintendo Да и Sony Последовать этому примеру Чтобы Грубо говоря Игры для Switch 2 Когда-нибудь Через 3 года Они Запускались И на Оригинальном Switch Пусть там С меньшим разрешением С пониженной частотой кадров Но чтобы это Тоже работало Собственно А в случае Например с небольшими Инди играми И ухудшать Ничего не придется Странный подход На самом деле Потому что Ну как бы Всегда Существовали Кроссген игры И учитывая Популярность Нескольких платформ Последняя игра На PlayStation 2 Выходила Я не помню Наверное К году В 2008 То есть Уже когда там Просто уже Все консоли Уже там Большую часть Жизненного цикла Уже Следующего поколения Прожили А еще выходили Да там Конечно их было мало Далеко ходить не надо Just Dance 2020 Выходит на Wii На Wii На Wii Есть сколько лет уже На Wii Все эти зарубежные блогеры Которые поймешь Дурачки Давайте Поговорим о том Кто во что поиграл Знаете новогодние Чудесные праздники Олеся во что ты поиграл Ой я опять начинаю Классно У вас видимо Классный журнал Начинается с буквы О Ладно На самом деле На самом деле Ребят Я играла в чумную адвенчуру с элементами выживания Она называлась Моя жизнь И я не успела поиграть ни во что совсем Поэтому Ребят Пожалуйста Я не сразу понял что она Don't starve together Короче Существует еще личная жизнь Вот это вот Все за пределами видеоигр Нет на самом деле все неправда Так вот Друзья Пожалуйста Посоветуйте мне какую-нибудь Классную игру на свече В комментариях Ну чтобы это была вот Долгая история любви А не one night stand Кстати One night stand Есть такая игра на свече Офигенная тема Это такая полувизуальная новелла Полуквест Завязана на том что вы Просыпаетесь Утром С ужасным похмельем И рядом с вами незнакомка Вы в незнакомой квартире И вам нужно вообще понять Что собственно Произошло вчера ночью Кто она Где вы И что вообще происходит И там Прикольный очень график Там все нарисовано От руки Хороший саундтрек 12 концовок Это именно игра Про ваш выбор Про взаимодействие С одним персонажем Она камерная И очень интересная Так что One night stand Это тоже Не всегда плохо Ребята Класс Интересно Интересно Никто не слышал Такое Она очень популярная В свое время Ее проходили Куча-куча Ютуберов Мы хотим Делать стрим Паш Поздравляю Напишите Наши Пусть напишут Какого формата Нам делать стрим С лицами в кадре Или просто заказываю голос Может быть Олеся будет играть Или мы вместе сядем И что-то пройдем Или просто подурашиваемся Какой-нибудь там Что там у нас есть Tokyo Mirage Да Tokyo Mirage Для всех игра Можно играть Четверо Выходит на днях В общем пишите в комментариях Насчет стримов Один и трой Танцуют И все это стримить И один есть Я готов есть Нет Это все забито Смысл А еще пишите в комментариях Что в прошлом выпуске Например у нас Были проблемы со звуком За это стоит благодарить Нашего чудесного звукового И видеомонтажера Павла Который Не смог это победить Проблему Да Как мы его накажем Решите вы в комментариях Напишите Что мы должны сделать Я готов не появиться В следующем выпуске Ха В этом выпуске Мы еще доверим его монтировать Если он не справится С заданием То мы будем Читать ваши комментарии И думать что с ним надо сделать Строго Строго Вот А что же ты поиграл Во что поиграл Паш Я прошел Steam World Dig 2 Спасибо кстати Саше Что сказал о том Что он был на распродаже Я просто Я бы это пропустил момент Мне очень нравится Steam World Dig 1 И я Как то вот Упускал все время Вторую часть Потому что Ну она очень похожа на первую В целом И геймплейно и визуально И мне жалко было полторы тысячи Знаешь вот это Типа Нет А тут такой 600 рублей Все Я все понял Да За два дня прошел Мне очень понравилось Она действительно очень сильно похожа на первую часть Учитывая что первую часть я проходил Наверное год 4 назад Мне наоборот показалось слишком много различий Ну Перегруженный сиквел Опять Понимаешь У меня забылось уже немножко То есть в целом У тебя прогрессия такая же Она Качаешься ты примерно так же Сколько часов Само Не знаю Часов сзади 7-8 Ушло И конечно она на русском Да? Сами даже сильно больше Мне очень понравилось То что она в целом Больше Не помнишь там русские Неожиданно Есть русские Вот Поддерживайте такие игры А не пишите в комментариях Что давайте бойкотир Наоборот Поддержим игры на русском Ну тут как бы Инди-разработчики И что? Что теперь не надо поддерживать что ли? Он про то что это мультиплатформа Да Тут как бы Image Inform То есть деньги У инди-разработчиков На Локализацию Своей игры есть А у Pokemon Company Деньги на локализацию Покемонов нет Да, понимаешь В этом проблема Да Потому что кто-то жмется на это А кто-то нет Плюс Инди-разработчиков Как правило Поддерживает сообщество То есть у них На этапе разработки Может быть Команда бета-тестеров Из разных стран И сами бета-тестеры Могут помочь Pokemon Company Тоже может команда сообщества Поддержать Опять Pokemon Company Может поддержать Но Надо ли им это? Тут вопрос другой Кстати у Steam Так и было Я знаком с одним человеком Который помогал переводить на русский А я По-моему Сходить И слушать истории Она тоже на русском Очень сделана В стиле Минималистичном То есть там идет Такой Человеческелетик Идет По Америке Такой схематично нарисованным Дорогам Встречает всяких персонажей С ними общается Слушает их истории Потом рассказывает сам Истории Пересказывает их события И получает за это Какие-то там Другие истории В общем это игра Таких кто любит Рассказать Послушать Графоманить Вот-вот Для них эта игра подойдет хорошо Да интересно Поддерживаю Вот А ты Во что играл? Я все еще Впечатлившись В нашем видео По Red Dead Redemption 2 Я сперва поиграл В Call of Horus Пока мы Готовили это видео А потом я решил еще Поиграть и в Hard West Который Это симбиоз Как сказать Текстового квеста С элементами Ролевой игры И с тактическими боями Тактические бои Там В общем-то Довольно Однообразные Они Простые Даже на Среднем уровне сложности Очень простые Надо Докручивать Дополнительные опции Чтобы было сложно Интересно А вот Остальные элементы Там меняются В одной Тебе надо следить Чтобы твои соратники Не умерли с голода Другой надо Постоянно Искать заработок Путешествия Между локациями Например Выполнить Чего-то Задание Все это Именно В виде Текстового квеста На битву Прерывается Только Если ты нарываешься На бандитов Очень разные Сколько там Кажется Восемь компаний Каждая Примерно Часа по два Может максимум Два с половиной Но Вот именно За однообразной Боевки Мне не очень понравилось Хотя Я бы хотел увидеть Сиквел Очень самобытная игра Я кстати Мне денег сдавал Кикстайдер Еще лет пять назад Где-то Что-то двадцать долларов В общем да Игра неплохая Но хочется Чем интересного Знаете что Я сегодня Приготовил Для нас И наших зрителей Сегодня был На почте России И забирал посылку Из одного Интернет-магазина Пока не скажу Какого Посылки Что было Вот Примерно Что было В этой посылке Это для нас Это не совсем Для нас Это Почта России И так доставила Вот Геймпад Для PlayStation Тут есть Смотрите Тут есть Про-контроллер Для Switch Вот такой Похожий Тот На который был имитирован Skinnoblade Chronicles Там какой-нибудь этот Вю-вю И беспроводной Контроллер В стиле Super Nintendo For N-Switch Мне нравится Да Совсем такие Китайские Такие поделки Мы их Затестируем Они кстати стоят Там что-то Тысячи рублей Даже меньше А это что Наушники от Timothy Это вообще Неважно Это я просто Я там забрал Мы даже не будем смотреть Сейчас Ладно Я хочу посмотреть На сколько плохо Про-контроллер для N-Switch Вот Мы это все затестируем Проверим Если это будет хорошо работать То мы это все разыграем Если это будет работать Прямо здесь Под этим видео В комментариях Пишите Пишите Зачем вам нужен Этот Pro-контроллер И в какие игры Вы будете им играть И мы разыграем Кстати тех кто комментирует Это видео Именно это видео Да А этот мы Мы разыграем Вконтакте Не так плохо Как я могу представить Посмотрите У меня такой же просто Вконтакте Но оригинальный Да Вот Это для чего штука полезна может быть Например К вам пришли в гости Какие-нибудь люди У которых грязные руки Или это просто дети Которых все ломают Или которых вы не любите Дадите им поиграть Не жалко там За тысячу рублей сломают Да и бог с ними Ничего страшного А если сломают за пять тысяч Ну будет уже Немножко обидно И претензии появятся В общем Для таких вот целей В принципе подойдет Ну конечно Мы за оригинальное Просто хотим проверить Что это такое вообще Никогда не заказывали Вот решили сказать Проверить За тысячу? Да где-то тысячу рублей Даже меньше Ну я не знаю как вот это работает Но выглядит это за тысячу Нормально Ну то есть Как бы видно что он не родной Видно что у него здесь Есть небольшие проблемы С покраской Ну естественно Логотипа Nintendo здесь нет А вот цепь Nintendo есть Маленький очень Очень маленький Но в остальном это Про контроллер такой же В общем проверим Разыграем Вот это очень плохо Вот это на удивление нормально Вот это прям очень плохо Если плохо разыгрывать не будем Что-нибудь другого разыграем Хорошо проверим И расскажем Вот отдадим это тебе в наказание Кстати Нет спасибо Спасибо Да и следите за нашим каналом Скоро будет новое видео интересное Про покемонов Про что еще Собственно С итогами года видео Да 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 Все будет Еще видео про Resident Evil Будет хорошее И не забывайте как мы накажем Пашу писать в комментариях Тоже это важно А мы будем это записывать на видео Да? Я готов не появиться в следующем А если там набегут его фанаты И скажут накажите его премиями Да мы накажем его премиальной работой Вот Ну что же Я уже вчера премиально поработал В выходной день между Все для дела Все для дела Все До встречи Да Пишите Подписывайтесь на нас Как обычно Увидимся Ставьте лайки Увидимся на стриме И в следующем влоге С кем-то из Ну с кем-то точно увидимся Пока 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 Не накажутся, тем уведомлены.